12 декабря отмечают Всемирный день всеобщего медицинского обеспечения. Эта дата была учредена Генеральной ассамблеей ООН. Согласно принятой резолюции, каждый человек, где бы он ни находился, должен иметь доступ к качественным недорогим медицинским услугам. Для того, чтобы медучреждения могли оказывать квалифицированную помощь гражданам, необходимо наличие грамотных специалистов и, конечно же, обеспечение медицинскими препаратами и изделиями. Лечебный процесс обеспечивают в больницах, поликлиниках, ФАПах и СВА. В Абхазии медицинские услуги на оказание экстренной помощи бесплатны. Государство обеспечивает всеми необходимыми лекарственными препаратами, медизделиями и оборудованием. Ежегодно Минздрав Абхазии разрабатывает целевые программы для обеспечения республиканских медучреждений, которые утверждаются Кабинетом министров. Так, в 2020 году были утверждены 7 целевых программ на общую сумму порядка 197 миллионов рублей. Из них в части приобретения лекарственных препаратов, медицинских изделий, оборудования. Предусмотрено было порядка 137 миллионов. Оставшая сумма была предусмотрена на лечение граждан за пределами республики Абхазия. А также предусмотрено на то, чтобы подготовить кадры. Исходя из бюджетного устройства системы здравоохранения Абхазии, все республиканские учреждения обеспечиваются по целевым программам. Районные же учреждения обеспечиваются из районных бюджетов. Но когда происходит нехватка в медизделиях, они получают дотации от Минздрава за счет целевых программ. В текущем году из-за пандемии расходная часть увеличилась. В Гудаутской ЦРБ был развенут головной ковидный госпиталь, который оснащен всем необходимым оборудованием, медицинскими препаратами и изделиями. В госпитале люди получают бесплатное лечение от коронавирусной инфекции, а также бесплатные препараты на лечение хронических заболеваний. Было сделано все необходимое для того, чтобы мы смогли оказать необходимую качественную помощь нашему населению. Наши целевые программы не предусматривали, вообще не предусматривали уже ковид. Но исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день, на следующий год уже предусмотрено 40 миллионов рублей на борьбу с ковидом. Помимо целевых программ, согласно договору между Абхазией и Россией, российский Минздрав предоставляет бесплатную медицинскую помощь льготным категориям граждан, а именно гражданам России, постоянно проживающим на территории Абхазии. На сегодняшний день в регистр льготных категорий граждан внесены до 8 тысяч влитей Абхазии. То есть инвалиды, дети инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, афганцы, ну и прочее. Вот так 9 категорий граждан ежегвартально составляем потребности для данных пациентов. Задействованы все поликлиники, каждый по месту жительства, которые внесены в регистр. Им на гвартал прописывают препараты и, соответственно, формируется по всей республике заявка на всех, которые обратились и занесены в регистр. На один гвартал мы предоставляем заявку в Российскую Федерацию, его мы защищаем. После этого идет финансирование. Финансирование, значит, это на год предусмотрено 50 миллионов рублей. То есть на гвартал 12,5 миллионов. В большей степени попадают хронические больные, которые постоянно лекарства получают. По этой программе получают препараты от диабета, от гибертонии, от почечной недостаточности. И вот, в принципе, это большая помощь для нашего населения. Целевые программы Министерства здравоохранения направлены в первую очередь для оказания экстренной помощи больным. Наши целевые программы, вот в частности, одна из целевых программ, это централизованное обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими, так оно называется. Бюджет его 60 миллионов в этом году. Туда входят все республиканские медицинские учреждения. Туда входит обеспечение районов в части вакцин по эпидпоказаниям, а также в части инсулина. Когда сложно становится районом, мы не отказываем им в дополнительных лекарственных препаратах, чтобы они свои учреждения поддерживали, могли необходимую помощь оказывать, экстренную помощь. Я повторюсь еще раз, экстренную помощь. А остальное, ну, на сегодняшний день, и вообще мы должны понимать, что, значит, все бесплатно делать, это нужно, значит, бюджет здравоохранения в несколько раз, чтобы она была больше. Международный день всеобщего медицинского обеспечения во всем мире отмечается как напоминание о том, что никто не застрахован от любой болезни. Вот почему человек имеет право получать квалифицированную медицинскую помощь. Именно поэтому каждая страна очень много времени и средств вкладывает в медицину, развивая ее путем использования современных технологий. Хотелось бы, чтобы в недалеком будущем и наша медицина не отставала от здравоохранения развитых стран.